В дни голосования 957 участков открыты на судах, которые находятся в плавании, 23 на железнодорожных вокзалах и 19 в аэропортах. Еще 43 участка организованы на предприятиях с непрерывным циклом работы и 38 в труднодоступных и отдаленных областях. На один из них, на острове Каневец, отправилась наша съемочная группа. До острова Каневец, что в 7 километрах от Большой Земли, члены избирательной комиссии добирались на катере на воздушной подушке. По-другому в это время года никак. На Ладоге лед сошел еще не полностью. Путь занял около получаса. С погодой повезло. Рейс был под угрозой. Порывы ветра достигали 8 метров в секунду. Было бы 10, поездку бы отменили. Мы приезжали на остров Каневец 11 марта. Собирали заявления для голосования в день выборов. Открепляли людей, которые прописаны в других регионах. Прикрепляли к своему избирательному участку. Каневский мужской монастырь был основан в 14 веке. Он как Валаам, святое место паломничества православных, только в 4 раза меньше по площади. Летом нет отбоя от туристов. Вне сезона на острове только братья, послушники и рабочие. У нас тут живет порядка 40-50 человек зимой, в зимний период. И в прошлые выборы тоже приезжали. Избирателей 35 человек. Среди них послушник Никита. В прошлом успешный бизнесмен. 4 года назад выбрал скромную монастырскую жизнь. От мирской жизни мы отошли. Но в жизни государства принимаем самое непосредственное участие. Потому что монастырская молитва распространяется на все сферы нашей жизни. Всего в Ленинградской области и Петербурге около 3000 избирательных участков. На один из них пришли петербургские хоккеисты клуба СКА. Всей командой. Мы готовились, изучали, ознакомились. Поэтому пришли с хорошим настроением. Взяли его с собой и проголосовали. В принципе, полностью поддержу его слова. Среди голосующих самый юный участник Арсений Грицюк. В день выборов ему исполнилось 18. Первый раз на выборы. Конечно, хорошее настроение. И родители приехали в гости. И с командой встретился в этот день. И проголосовать получилось. Поэтому, думаю, запомню этот день надолго. А еще впервые президента выбирал нападающий 29-летний Брэндон Лайпсик. Канадец получил российское гражданство как раз накануне голосования. Он выступает в континентальной лиге уже четвертый год. Провел 224 матча. Забил 56 шайб. Дважды доходил до финала Кубка Гагарина. Анастасия Глебова, Александр Бердеев, Денис Шамонтьев. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова